Диана Карклин Я сама знаю по опыту, что в России эта тема совершенно неизвестна И просто какие-то важные моменты обратить ваше внимание Как продюсер или режиссер документального кино Немножко я расскажу вам о компании Компания была основана в 2007 году продюсером Штефаном Клоссом У нас также есть продакшн-компания тоже в Берлине, тоже занимающаяся документальным кино У нас три человека, я занимаюсь покупками и продажами Штефан он финансовый директор и еще у нас коллега есть, который занимается фестивалями То есть у нас такой, мы называем себя boutique size distributor по-английски То есть не работаем с пакетами, с массами фильмов Работаем с каждым фильмом индивидуально В год на данный момент мы берем где-то 15 фильмов, не больше того И, соответственно, пытаемся с каждым фильмом работать по-разному Придумывать стратегию дистрибуции под каждый конкретный фильм Но в связи с тем, что, в принципе, я русская У нас, естественно, сильный фокус на России Мы всегда слеживаем молодых начинающих режиссеров с их проектами С Владом Китковичем, который презентовался час назад Мы с ним постоянно общаемся То есть если у вас есть какие-то вопросы, интересные проекты и так далее Мы всегда очень рады, пишите, звоните В Москве тоже бывает достаточно часто Хотела вам немножко показать, как это выглядит Мы берем, как я уже говорила, 15 фильмов в год Где-то 8 фильмов в первом полугодии и 8 фильмов во втором Делаем из этого каталог, который мы, соответственно, презентуем на разных рынках, фестивалях и так далее Ну вот это пример из 2012 года У меня здесь свежий лежит на столе Если кому-то интересно, можете подойти, посмотреть, какие у нас сейчас есть фильмы Тематика Всегда стараемся работать, наверное, более с такими, что ли, фестивальными документальными фильмами, авторскими То есть вот фильмы про животных — это не наш профиль, так скажем Но всегда это должен быть такой, скажем, умный микс, интеллигентный микс Между фильмами, которые продаются на ТВ и фильмами, которые хорошо работают на фестивалях Мы пытаемся найти золотую середину, но не всегда получается Иногда просто влюбляемся в какой-то фильм, фестиваль и знаем, что будет очень сложно с ним работать с точки зрения дистрибуции Но все равно его уберем То есть решение мы всегда принимаем втроем Я обычно фильтрую фильмы, если что-то нам подходит, уже дальше отправляю коллегам И, в принципе, мы втроем потом принимаем решение Ну, в принципе, теперь к теме нашего семинара У меня не так много времени, к сожалению, на чем я могла бы вам рассказывать во всех подробностях Решили остановиться на самых главных, наверное, пунктах Что такое вообще дистрибуция? Что такое дистрибуция документального кино? Сразу говорю, я буду употреблять английские термины То, что принято в международной практике К сожалению, не очень знакомо с юридической стороной именно российского бизнеса Но я думаю, вы поймете, о чем речь идет Значит, что такое дистрибуция? Когда вы отдаете свой фильм кому-то, либо, например, дистрибутору или каналу Вы не отдаете авторские права на свой фильм Вы всего лишь передаете права на распространение этого фильма Который также является частью авторских прав Но фильм, как был ваш ребенок, так скажем, ваше произведение Так оно с вами до конца жизни остается Мы всего лишь берем, например, на какой-то срок, обычно это 5-7 лет Права именно на распространение вашего фильма Вы окончательно право обладать в любом случае Значит, распространение бывает разными способами Есть огромное количество видов прав на дистрибуцию Я упоминаю сейчас, наверное, самые важные Это также действенное и для художественного кино, не только для документального Прежде нужно упоминать Theatrical rights по-английски По-русски это будет права на распространение в коммерческих, в кинотеатрах То есть это заведения, которые показывают фильмы Которые созданы для того, чтобы показывать фильмы на коммерческой основе От них нужно отличать non-theatrical rights То есть это, грубо говоря, учреждения, например, музеи, библиотеки Которые хотят показать один-два раза ваш фильм Но, в принципе, их основная деятельность не показ фильмов Здесь очень тонкая грань между Например, вот есть маленькие кинотеатрики Какие-то альтернативные Которые хотят показать ваш фильм один-два раза буквально Но не хотят вкладывать в настоящий кинорелиз этого фильма Для нас компания это все-таки non-theatrical rights И, соответственно, мы с ними работаем именно как с этим видом прав Потом очень важные права Это фестивальные права Я про них отдельно еще буду говорить Четвертое — это educational rights Это что такое? Это права, которые мы отдаем образовательным учреждениям Обычно это университеты, школы В Европе, например, есть такая вещь, которая называется media center То есть это реально вот компании, которые закупают фильмы Чтобы потом их дальше уже распространять по школам и образовательным учреждениям Это замкнутый круг То есть если у нас фильм, допустим, стоит в интернете на платформе какой-нибудь такой образовательной компании То простой пользователь не может не иметь доступа к этой платформе То есть это закрытое общество Поэтому права тоже называются по-другому, по-разному Educational rights очень важны в Соединенных Штатах Там реально существует большой рынок, с которым мы, в принципе, работаем как дистрибуторы В Европе тоже, но не так может быть сильно В России, насколько я знаю, это вообще нет Ну или очень мало И, естественно, для нас, как документалистов, очень важны ТВ-права ТВ-права есть free TV и pay TV Free TV – это бесплатное То есть в России это к валет, например, телеканал «Культура» будет И pay TV – это то кабельное телевидение, спутник, за которое нужно платить В России это 24-дог В международной практике, например, HBO в Америке – это тоже pay TV Эти права крайне важны для документального кино Потому что я бы сказала, где-то 80-85% всего Всех доходов, которые мы получаем из дистрибуции документального фильма Они происходят за счет TV-продаж именно Потом есть у нас DVD-права К сожалению, DVD, как вы, наверное, знаете, уже вымирает Я думаю, что что-то останется Но это будет вот более на коллекционеров Что-то такое То есть дигитальные права, они сейчас вымещают полностью DVD на самом деле Значит, дигитальные права, о них все абсолютно говорят в данный момент Дигитальная такая называемая революция, которая уже произошла в Соединенных Штатах В Европе она происходит в данный момент Огромное есть количество названий этих прав Большая путаница, что же подразумевает один покупатель или продавец Что имеет в виду другой Нужно всегда уточнять конкретно, что они имеют в виду Но, в принципе, сейчас вот уже устоялась такая классификация Скажем, значит, видео on demand, VOD Что у меня стоит в скобках Это такое общее понятие вообще для дигитальных прав То есть это видео, за которое я плачу Если я хочу, например, посмотреть фильм, я просто плачу и его смотрю Но, соответственно, есть разные подгруппы, подклассификация Например, download to rent Это значит, что я покупаю фильм, какое-то время у меня хранится, а потом исчезает Download to own – это когда я покупаю фильм, и он у меня в моей уже собственности находится Также это называют еще electronic sell through, например, iTunes Вот тоже это как бы туда подпадает И есть transactional VOD, то есть я плачу один раз за просмотр фильма Transactional VOD есть тоже на два типа подразумевается Это, скажем, когда я плачу streaming, один раз посмотрел фильм, заплатил Или SVOD, subscription VOD, то есть я на какой-то платформе онлайн, у меня есть аккаунт И я каждый месяц плачу какой-то абонемент за пользование этой страницы И могу смотреть определенное количество фильмов в месяц Вот это, наверное, самые главные такие понятия Но я вам скажу так, что в данный момент даже телевизионные каналы Они все уже начали просить именно дигитальные права То есть пытаются таким образом привлечь публику Не только, может быть, те, которые сидят с телевизора, но и вот молодые, которые, как известно, уже все сидят в интернете, а не смотрят телевизор Этот момент нужно очень сильно учитывать, когда вы общаетесь, например, с теми же iTunes или с телевизионным каналом Чтобы вас, если вы продаете права эксклюзивно какой-то видеонеманд платформы Чтобы потом имели возможность продать также на телевидении Потому что если этих прав нет, то, возможно, у вас просто не состоятся сделки Об этом немножко попозже, поподробнее И последний вид прав — это ancillary rights Дополнительные права Это то, что мы смотрим на маленьких экранчиках в самолетах, например, фильмы Там есть некоторые компании, покупают и документальные Это очень приятный вид прав, я бы сказала, для нас как дистрибуторов Потому что лицензии всегда очень короткие, хорошо платят И, в принципе, это все замечательно Второй пункт, который нужно учитывать — это Что права мы можем отдавать на исключительной и неисключительной основе Ну, пример, опять же, если я, допустим, мой фильм продаю какому-то телевизионному каналу И они просят эксклюзивные права То есть это значит, что я на той же самой территории Не могу продать этот фильм какому-то другому каналу Но подразумевается тоже на Free TV или Pay TV Некоторые просят еще First Run То есть это премьера, TV-премьера на данной территории Это все нужно учитывать Не исключительные права, соответственно, я могу продавать мой фильм Разным каналам на данной территории И, собственно, сама территория Когда вы работаете с каналами То, конечно, самый нормальный будет случай Если они покупают именно на свою страну Как в России, например Телеканал Культура, по-моему, только на Россию покупает Ну вот есть, например, 24Doc Они покупают в России плюс еще Балтику и СНГ Есть каналы, как, например, Al Jazeera Которые покупают на английском языке на весь мир, например То есть территория тоже очень важна И последняя, наверное, это языковая версия Опять приведу пример То же самое Al Jazeera Они покупают то, что называется MENA и Middle East Северная Африка и Средний Восток И покупают на арабском языке Если вы какую-то каналу в Марокко, например На французском продаете ваш фильм То, в принципе, это нормальная ситуация И у вас не будет никаких проблем ни с Al Jazeera Ни с другим каналом В принципе, это все очень абстрактно Я вам скажу, что все эти права существуют и в художественном кино Единственное, что там работают немного по-другому До сих пор сохраняется такая классическая схема Когда, если мы как сейлз-агентство У нас есть международные права на фильм То мы начинаем искать дистрибутора Которому мы под минимальную гарантию По-английски это MG Отдаем все права Местный дистрибутор, соответственно Должен окупить свою минимальную гарантию Должен окупить свои расходы на прокат фильма И только после этого он начинает с нами уже делиться Под разные виды прав, по разный процент Это такая классическая схема Которая до сих пор еще в Европе, например, функционирует Кроме того, в художественном кино Очень часто у нас есть так называемые окна То есть даже в Германии Если у вас фильм был поддержан каким-то публичным фондом То в законе написано, что вы не можете, например Какое-то определенное время продать на TV или DVD или интернет Пока не пройдет кинорелиз, кинопоказ То же самое с DVD и так далее Сейчас это все меняется, сроки укорачиваются Но все равно схема как бы остается В документальном жанре немного все по-другому То есть, конечно, когда в фильме есть какой-то кинопотенциал Что, в принципе, не очень часто бывает То есть надо просто реально подходить с открытыми глазами Смотреть, что же у меня все-таки получилось Это скорее TV-продукты или это все-таки фестивальный фильм Который, может быть, по каким-то причинам Может путешествовать по миру именно в кинотеатрах Если вы считаете, что ваш фильм это на большой экран Вот, например, на последний, наверное, все слышали В поисках «Сахарного человека» То есть он реально как в художественном фильме практически смотрится То, конечно, можете по этой самой схеме В документальном кино жанре тут все немножко по-другому То есть мы всегда начинаем с того, что смотрим, есть ли нет Если есть, то пытаемся, конечно, продать местным дистрибуторам По схеме все права MG и так далее Если это не получается, то второй этап Это будет разделять уже права один к одному И работать с каждым видом прав по отдельности В документальном кино, как я же говорила Очень важны телевизионные каналы То есть это наш хлеб, с которым мы реально живем Все остальное это пока в разряде спекуляций То есть то, кто вам говорит, что на дигитальных правах Можно заработать там состояние Это все неправда, к сожалению Конечно, какие-то деньги с этого получаются Но живем мы за счет телевизионных каналов Естественно, телевизионные каналы есть огромное количество Немножко, может, я вам расскажу, что такое вообще телевизионный канал Как они работают Значит, телевидение — это очень фрагментированная вещь То есть у них есть программная сетка За которую отвечает несколько редакторов И у редактора может быть место вот в этой сетке По-английски это слот Есть определенное описание этого слота То есть тот вид фильмов, документальный в данном случае Который ищется именно под свой слот Мы, как дистрибутор, мы обязаны всех их знать Знать, что они ищут, какие тематики и так далее Но очень часто, например, на какой-то слот Мы думаем, что попадет и в итоге не попадает Потому что конкуренция, конечно, очень сильная Среди продюсеров и дистрибуторов Все эти программные сетки, они, конечно, не резиновые Они тоже закупают и продюсируют сами огромное количество фильмов И второй момент В этих программных сетках очень важны Вот именно сколько длится И поэтому здесь уже говорили С утра 52 минуты Я вам просто говорю, что если хотите работать с телевидением Делайте 52 минуты версию Без этого будет невозможно работать Мы в какое-то время достаточно лояльно к этому относились Сейчас мы пишем уже в контракт Который заключается с продюсером Что мы не будем работать, если не будет 52 минут версии Но это реально, вы вбиваете 95% рынка Остаются только фестивали Какие-то feature line slots, которых не так много То, что TV-каналы просят дигитальные права Я вам уже сказала Будьте с этим очень осторожны Потом для нас также важны Вот то, что я упоминала Non-theatrical rights То есть это все вот эти маленькие кинотеатрики Площадки альтернативные Они очень любят документальное кино Там схема очень простая Мы договариваемся о screening fee Они сколько-то платят за показ Обычно, я назову цифры, где-то 300 евро Можно с этого начинать В зависимости от кинотеатра Сколько будет зрителей ожидается И, как это ни странно Фестивальные права для нас тоже очень важны Может быть, не все слышали то, что фестивали По крайней мере, фестивали средней руки Они платят деньги за то, чтобы показать ваш фильм Естественно, весь секрет в том Что они неохотно платят продюсерам Но они обязаны платить сейлзагентам Дистрибуторам, у которых этот фильм Поэтому один, наверное, из преимуществ Если вы думаете все-таки самим заниматься своим фильмом Или отдать какому-то сейлзагенту Я советую отдать все-таки специалистам Которые знают, как это делать Знают просить, сколько денег Допустим, какого-то фестиваля Какой у него бюджет Но это все наработанные уже связи Важный момент в том, что фестивали Они платят деньги за показ Естественно, я не говорю ни о Каннах, ни о Берлинале Где нужно вам платить за регистрацию Но вот средние руки фестивалей Которых сейчас огромное количество по миру Как ни странно, для нас после ТВ-продаж Я бы сказала, что это второй источник доходов с фильма стал Да Ну их огромное количество Не знаю, есть всякие тематические Там эко-фестивали, например Какой-нибудь Human Rights Festival Все, что вы там залезете в фестивальную базу Посмотрите, то, что не A-фестивали Уже там можно пробовать просить Screening fee Но опять же, я говорю, это делается лучше через Сейлзагента, потому что там есть Тонкие вещи, например, они хотят пригласить режиссера Оплачиваемую дорогу То есть нужно просто знать, где и как И что это делать Да А вы на фестивале зарабатываете? Конечно А ты уже потом расскажешь Ты пропустил, ладно Самое все важное Я сейчас немножко вернусь к фестивалям Я хотела вам По этой части есть какие-то вопросы? По такой чистой теории, права и так далее Все понятно, да? Тогда я бы хотела немножко рассказать Кто вообще такие сейлзагенты Чем мы отличаемся от дистрибуторов Собственно Я бы сказала, что сейлзагент Это посредник между покупателями Конечными и продюсером То есть это человек, который знает У него есть контакты Он знает, куда фильм можно В какие окна поместить Как его распространять В каждой стране, по миру даже Сейлзагент У него обычно мировые права на фильм Может быть, за редким исключением Каких-то территорий нет И обычно эксклюзивно Чем хорош сейлзагент? Мы путешествуем с нашим каталогом На всевозможные рынки Которых тоже бесчисленное количество Есть рынки, которые чисто Под документальное кино Например, у Итфы Вот фестиваль у него есть Докс фосейл Это рынок Есть для нас Самый главный, наверное, рынок в году Это Meep Dog, Meep TV Который проходит в Каннах В апреле за месяц до Каннского фестиваля Есть всякие площадки Типа Sunny Side of the Dog Есть Sheffield Даже Vision Durel, например Такой есть фестиваль У них тоже есть Док-площадка Как рыночная часть Плюс к этому Есть еще большие рынки Которые привязаны к фестивалям Например, Берлинали и Канны Там все Там художественное и документальное кино Конечно, фокус больше на художественном Но и Берлинали, и Канны Они сейчас пытаются Очень сильно поддерживать Именно документалистов В этом году Мы были уже второй раз в Каннах Там появился Наконец-таки Большой настоящий стенд Такой umbrella-стенд Для всех документальных людей Которые этим занимаются От фестивалей до сейлзагента Это, конечно, было очень приятно Потому что Кто по миру этим интересуется Они знают, куда приходить В какой стенд С кем разговаривать Конечно, если вы будете Сами этим своим фильмом заниматься Все эти расходы Которые нужно платить За то, чтобы поехать На какой-то рынок И фестиваль Это неимоверно Это очень дорого И с одним фильмом С двумя фильмами Ездить не стоит Еще связано с тем Что покупатели У них тоже Ограниченное количество времени За эти 3-4 дня И они, конечно, хотят Встретиться с кем-то У кого есть каталог Чтобы за полчаса Обсудить уже все фильмы То есть это тоже, конечно Очень большой плюс Это что касается Сейлзагента-покупателя Что касается Сейлзагент-продюсера То мы начинаем работать С проектом Или с фильмом На разных стадиях Частые вопросы Мне задают Когда лучше всего Искать себе сейлзагента Я всегда говорю Чем раньше, тем лучше У нас бывали случаи Когда что-то подписывали На стадии идеи Потому что мы знакомы С продюсером И знаем, как он работает Но обычные случаи Это когда у вас уже есть Рафкат По крайней мере Когда уже есть Что-то показать Но это не правило Как я говорю И вот с Владом Мы заключили Например Подписали ему Элуи Достаточно рано Я уже не помню Сколько у тебя было К тому времени снято У вас была идея Но это опять же тот случай Значит Что такое Элуи, кстати Я упомянула Элуи Это layer of intent Мы как дистрибуторы Которые работаем Только с документальным кино Для кого не секрет Что цены у нас К сожалению Очень небольшие Денег очень мало В этой индустрии У нас нет возможности Платить аванс MG К сожалению Чем мы можем поддержать На стадии продакшена Это выпустить Как раз такое письмо Если вы попадаете В какие-то фонды Международные То обычно Просят Это письмо Дистрибуторам То есть это может вам помочь Просто получить уже потом Деньги с фондов В нашем случае На третью экспедицию Когда мы опять боролись Газпромом Они сказали Мы хотим гарантии Газпрома Что тогда ваше кино Будет показано в Европе Я обратился как раз К Диане К Диане Мне нужно от вас Расширенное письмо Что вот Покажите Что у вас там Все серьезно И они мне написали письмо Что мы гарантируем Что мы будем доводить Ваше кино До телеканалов Там в Европе И в мире И вот После этого письма Они нам разрешили Третью экспедицию То есть это действительно Очень серьезно Да, это правда Ну, конечно, наш Все-таки Когда мы начинаем Серьезно работать с фильмом Это готовый фильм Когда Мы можем подписать Настоящий контракт На самом деле Уже на стадии Рафкат Когда видим Уже практически готов фильм Остался там Color grading И так далее В этот момент Мы уже можем Подписать контракт Я сейчас вам не буду Рассказывать Именно о тонкости Нашего контракта Я вам скажу Может быть Пару пунктов На которые нужно Обратить внимание Когда вы ищете себе Сейлз-агента Потому что Хороших сейлз-агентов По документальному кино Не так много Я бы сказала Что можно По пальцам двух рук Перечислить Но вот Самый громкий Самый лучший Естественно Кроме Райзеншайн Наши коллеги Это Outlook Из Австрии Хайна Деккерт Здесь присутствует Кэттен Докс Во Франции Они сидят Финс Транзит В Канаде Синифил В Израиле Может быть Кого-то забыло First-hand films Да В Швейцарии Наверное Для меня Лично Это самый лучший Который я просто Вам гарантирую Это будет Очень хороший контакт Очень хорошая работа Outlook First-hand films Кэттен Докс Ну здесь я бы поспорила Немножко Я не буду Говорить об этом вопросе Я говорю то Что для меня Я считаю Как бы действительно Если мы не берем фильм Кого бы я порекомендовала Как вот второй вариант Что еще сказал Кэттен Докс Синифил И фильм Странзит Если разговаривать О контракте Между продюсером И дистрибутором Обращайте внимание На несколько вещей Во-первых Это процент ТВ-продаж Потому как ТВ-продаж Это наш главный хлеб Так скажем Какой будет процент В индустрии Сейчас установился Стандарт Где-то 35-40% Я не знаю Никого Кто работает Выше 40% Например Но в принципе Так как рынок Все жестче и жестче Возможно Не исключаю Такой вероятности Что поднимется Тоже И будет выше 40% Второй момент Это initial costs То есть Любого дистрибутора Есть Да 35-40 Это агент Да Это нам 35-40 Это наша комиссия Как агент И соответственно Остальной продюсеру Есть Вещь называется Initial costs По-английски То есть Это затраты Которые мы То что мы тратим На промоушен фильма Мы ничего не берем С продюсера Естественно Как в Америке Для того чтобы в Америке Представлять свой фильм Нужно кому-то еще платить И быть Это называется у них Representative То есть Это работа Которую Нужно оплачивать Мы ничего естественно Не берем Но у нас есть расходы Как дистрибутор Это наш риск Расходы Они У нас сейчас В прошлом году Были 2 тысячи Сейчас 3 тысячи У коллег Примерно в таком же объеме Кого-то выше У кого-то может быть Такой же уровень Но в принципе Нужно смотреть Вот эти два момента Это процент На TV права И initial costs И уже сравнивать Потому что Если initial costs У вас в контракте Стоят Что они Достаточно высокие Это значит Что дистрибутор Хочет вложить Как можно больше Именно в промоушен Вашего фильма А что это значит Они могут поехать На, например Те же Каны Оплатить стенд И так далее И так далее То есть просто Будет больше Вложено Именно в продвижение Этого фильма Что? Initial costs Initial costs И еще третий момент Так я бы сказала Обращайте внимание Опять же На эти Festival screening fees Которые в данный момент Становятся Достаточно важны Как источник дохода Я лично Не рекомендую Работать с агентом Который берет 100% Festival screening fees Потому что Считаю Что это нечестно Это не наша заслуга Как дистрибутор Если фильм попадает На фестиваль Это заслуга Режиссера Продюсера В первую очередь Наша заслуга В том Что мы можем Вести переговоры По screen fees Мы можем Какой-то лоббинг Сделать И помочь Фильму попасть На фестиваль Поэтому мы всегда Делимся С продюсером В определенном Сейчас не буду Называть цифры Но в определенном Проценте Мы делимся С продюсером Обязательно Festival screening fees Если какой-то Дистрибутор Берет 100% Для меня Просто это знак Того Что они не будут Особенно заморачиваться Пытаться его продать На TV Они просто будут Жить 100% С фестивальных Screen fees Которые очень Достаточно легко Заработать Мой личный вам совет Просто смотрите Тоже на этот момент Прежде чем Переходить Собственно К рынкам Питчинг форум Я хотела задать Вопрос публике Такая дискуссия Тошла У кого-то еще Есть представление Сколько может Заработать фильм Например В Европе Лицензия Free TV Два года Эксклюзивно Ну так вот В среднем Какие-то представления У вас есть? Документальные Ну 52 хотя бы Ну это Пессимистично Ну близко Я бы сказала Две с половиной По средней температуре По больнице Что называется В Германии Конечно Во Франции Да Ну это все зависит Обычно два года Могут быть Два Называется Run Это по-английски Два показа Или четыре Я бы сказала Ну так Два года Четыре показа Эксклюзивно Free TV Один канал Это не платный телевизион Которая Свободный доступ Ну ладно Культура Мы Free TV Культура Free TV 24Doc Это Pay TV Так Если по России Да Допустим Какой-то канал У вас Купил Он же Переправа На всю территорию Но правильно Можно Или у него Неэксклюзивная Тракция Об этом я говорила В самом начале Если это Эксклюзивно То вы уже Не можете продать Но опять Надо смотреть Free TV Или Pay TV Если у вас Купил Free TV И В контракте Всегда нужно Тоже уточнять Они имеют в виду Эксклюзивно На всю территорию Или эксклюзивно Просто на Free TV В данный момент Вы можете продать Еще на Pay TV Это совершенно Нормальная ситуация Иногда бывает так Что канал Free TV Покупает ваш фильм Хотят эксклюзивно На всю территорию И плюс еще К этому хотят First run иметь В таком случае Очень тяжело Куда-то еще продавать Но мы всегда Когда заключаем контракт Любой контракт Он Переговоры ведутся Наша цель Соответственно Получить Большую сумму За лицензию И соответственно Сократить права Либо там Не два года А год Если они просят Эксклюзивно Сделать неэксклюзивно Или там эксклюзивно Первые шесть месяцев А потом неэксклюзивно То есть это все Какие-то плюсы Бонусы Нам и продюсерам Которые мы пытаемся В этих переговорах Выставить Есть каналы Конечно С которыми Очень тяжело Вести переговоры Вот Может быть Класс слышал Тут немножко Такой скандал Назревает Мне кажется Например В Дании Канал DR В Дании вообще Они немножко избалованы Я бы сказала Товарищи Потому что у них Есть фильм Фонд Замечательный В принципе В них с финансированием Там все прекрасно Датский канал Платит очень мало За фильмы И это их политика Они сократили Вот на Acquisitions Что называется На закупку Готового фильма Ну в половину Даже в три раза То есть это Смешные абсолютно Деньги И там Вести переговоры Невозможно Вообще То есть Это ситуация Когда либо соглашаетесь Либо не соглашаетесь И вот мы сейчас Несколько дистрибуторов Смотрим Что же делать С этой ситуацией Потому что Она неприемлема для вас Для нас Ну это Две с половиной Я говорила Это как бы средняя Цена по Европе Естественно В Германии Во Франции В Англии BBC Например каналы Они все Намного больше платят Но живем мы Не с этих продаж Потому что Это очень тяжелые продажи Продать на арты Фильм Это надо постараться Очень сильно Живем мы скорее Наверное Со средних Вот таких продаж В районе Вот две Три Четыре Пять Шесть тысяч Скажем так Скандинавские страны С ними Очень приятно работать Это что касается Европы В мире В США Мы очень много Работаем с ними Тоже Латинская Америка Сейчас там у них Происходит так же Как в России Такой бум Скажем документального кино Что для нас Что для нас очень приятно Каналы местные Начинают покупать Все больше документальных фильмов Например В нашем каталоге Фильм Андрея Грязева Завтра У нас его купил Латиноамериканский канал Turner Которые У них Значит Они в эфире Во всей Латинской Америке В любых странах То есть русский фильм Идет Спокойно Можно посмотреть В любой стране Латинской Америки Что вам очень здорово Что касается Азии Там конечно Есть очень сильные игроки Типа NHK в Японии KBS в Корее Которые Хорошо платят И покупают Достаточно много Ну Африка Я наверное даже умолчу Кроме Южной Африки Там Сейчас ничего такого Не происходит То есть так как Мы находимся Все-таки в Европе Наверное я сказала Что наш фокус На европейский канал Это действительно Где у нас Есть возможность Всех покупателей Встречать лично По нескольку раз в год И печенговать им лично При встрече Фильмы И так далее Конечно Да КБС Там два их есть ИБС И КБС Они конкуренты Есть какие-то вопросы По этой части Вот протяженность фильма Здесь немножко Все разная И запросите Хороший очень вопрос Да Я уже говорила Значит Если хотите работать С телевидением 52 минуты Но 52 Это самый такой Нерискованный формат Можно делать Конечно 54 56 58 минут Это тоже нормально 52 Все-таки Самые наверное Лучшие У нас В нашем каталоге Фильмы Всегда две версии Это полная версия Фестивальная Которая идут Вот именно на фестивалях Каких-то кинотеатрах Опять же Non-theatrical screenings Да Вот это все Телевидение В основном Это все-таки Короткие версии Естественно Мы пытаемся Всегда продавать Длинную Но как я говорила Слотов на телевидении Для длинных версий Очень мало по миру Больше все-таки Коротких И нам важно Иметь альтернативную версию Чтобы Успешно с ней работать Да С переводом еще Вопросы с переводом Это уже канал Это делает канал Да Когда мы заключаем Договор с продюсером Мы обычно просим Пока мы работаем С дигибетой Это все-таки Наш стандартный Пока материал остается Очень все сейчас Сменяется Очень многие каналы Просят Вот digital files Либо FTP Либо на hard drive Чтобы как-то переслали То есть это все Немножко отходит Но на данный момент Все-таки Digital beta Остается стандартный материал Мы просим Две версии Длинную версию С английскими субтитрами На фестивале И короткую версию Clean fit То есть это Оригинальный язык Без субтитров Но я сейчас Не буду говорить тонкости Там есть Несколько моментов Которые нужно учитывать Но в принципе Вот эти вот Две версии Clean fit Короткая И субтитры На английском длине Это наш вот стандарт Сейчас Да Ну это не мы принимаем решения Во-первых Это вообще Пресейлс Это форма финансирования проекта То есть мы работаем Законченными уже фильмами Когда фильм закончен Спродюсирован Уже вышел Так скажем Пресейлс Это задача продюсера Те же все Питчинг формы Куда ездит Вот Влад Например Питчингают проекты Цель рассчитана На то Чтобы собрать Как можно больше Пресейлс Или например Даже как сопродюсера Канала Если мы Нам очень интересен проект Если мы подписываем Элуи на ранней стадии Мы в принципе можем взять На себя эту работу Тоже попытаться Сделать несколько Пресейлс На фильм Но это всегда нужно Индивидуально уже Договариваться Это нелегко Сейчас на это идут Неохотно То есть каналы Если уже Как бы вкладывается Хотят быть именно Ко-продюсерами Сопродюсерами И влиять уже На креативный Тоже процесс С фильмом Потому что Пресейлс Все-таки там Появляется твое имя В финальных титрах Как канала Но в принципе Такое влияние Что ли творческого Ты особо не оказываешь На фильм Короткая версия 52 минуты Да Ну максимум тоже Да Ну я бы так сказала Что продаж Для нас Если мы смогли Продать 7-10 раз На телевидении Фильм Это уже Хороший результат Так скажем Это только Про ТВ я говорю Да Например Если мы Плюс к этому Еще АйТьюз Заключили Да Договор Плюс к этому Фестивали Огромное количество Плюс к этому Какие-то Эдукейшн Дистюбитес То Я сейчас Не трогаю Кинотеатры Потому что Это отдельная Немножко история То в принципе Ну я бы сказала Что 25 тысяч Фильм Можно в принципе Рассчитывать Да Но опять же Это нельзя Прогностицировать Самого раза То есть мы Когда берем фильм Всегда Пытаемся Вычислить Все-таки Сколько мы можем Что и как Но мы не гарантируем Ничего Потому что Естественно Факторы С которыми Просто не можем Влиять на них Спрашивают На что мы ориентируемся Какие акценты При выборе фильмов Из России Вы неправильно Задали вопрос Мы не финансируем Фильм То есть я уже Об этом говорила У нас нет возможности Платить МГ Продюсеру Мы берем просто Фильм в каталог И начинаем с ним работать Я бы сказала Кстати Что фильм Где-то со второго полугодия Начинает уже зарабатывать Чистые деньги То есть продюсер Начинает получать Какие-то деньги Со второго полугодия Обычно За первое полугодие С первой Крупной продажей Мы покрываем наши расходы И соответственно С этого момента Уже начинаем делиться Насчет акцентов Россия Ну не только Россия У нас Я бы не сказала Что у нас прям Специальный фокус На Россию Мы ищем все-таки Глобальные истории То есть истории Которые могут функционировать Не только в России Там или в Восточной Европе Но и по всему миру Это сложно вообще В определение какое-то Уложить Но то есть Смотрите как-то Шире что ли На свою историю Пытайтесь Если это уже история Какого-то персонажа Живущего Я не знаю где В Сибири Снимать так Чтобы какие-то Эмоциональные струны Были затронуты Чтобы там Зрителям В других странах Я всегда привожу Пример Например в Корее Как я продам Ваш фильм в Корее Как я должна Аргументировать Почему корейский канал Должен его купить То есть всегда думайте Немножко не о российской публике Наверное А вот шире Еще какие-то вопросы есть? Нет? Пятнадцать в год Пятнадцать в год Сейчас шестьдесят где-то Хорошо Но выживаем Хороший вопрос Я горжусь тем Что мы не зависим От никаких фондов То есть все что мы Продаем Как с этого мы живем Наша компания Она маленькая Три человека Мы берем Пятнадцать фильмов в год И такой уровень Вот именно Бутик Сайз Нам позволяет Достаточно Рентабельно работать Мы растем Это тоже очень позитивная новость Несмотря на негатив Сплошной кругом То есть в прошлом году У нас был замечательный год С финансовой точки зрения В этом году Мы себе позволили Платить стенд Например на МИП-ТВ Уже быть там Как компания Каны Например и так далее То есть я думаю Что просто очень Следите за своими расходами Как компания Учитывая все особенности Рынка В котором мы работаем Который по определению В нем не так много денег И про второй вопрос Про educational Да был Образовательный Ну это например Пример США Там есть несколько фирм Которые закупают лицензию Именно вот на университеты Образовательные учреждения Школы, библиотеки И так далее Вначале я говорила Это закрытый круг То есть если у вас стоит Фильм онлайн Вот на платформе Этой компании То простой пользователь Не имеет доступа Это только подписчики Университеты, школы И так далее Они схема работы Иногда платят МГ Минимальную гарантию Не такие большие К сожалению И делятся потом Собственно После своих технических Расходов С нами уже под процент Проценты совершенно разные Я видела От 15% В пользу нас То есть все остальное Им до 50% Я бы рекомендовала Работать с теми Которые 50% Все-таки Это честно Они все тоже Просят не только Допустим Северную Америку Но и весь мир На английском Например Кстати в Австралии Тоже у них достаточно Несколько сильных Образовательных фильм Таких Которые тоже покупают Не только на Австралию На Азию Например Нет Нет Владелец Штефана И его супруга Аня Которая фестивалем Занимается Я работаю Со Штефаном В команде Когда Штефан Например Он же иногда Вступает По продукции Да К чем это Определяется То есть Когда Вообще Норма ли это Бывает ли Что Сейлз агент Выступает Как по продюсеру Что является Для Штефана Определяющим Когда он Решает В этом Ну Влад хороший вопрос Задал Это естественно Не все Сейлз агенты Потому что У нас есть Продакшн компания То есть Это еще Большой плюс Для вас Как продюсеров Если нам Очень интересен Проект То Штефан Мой коллега Он может Попробовать Войти туда Как немецкий Сопродюсер Это случается Не часто Должна быть Какая-то Обязательная Какая-то Связь с Германией Потому что Все-таки Мы о Германии Говорим Но возможность Такая есть Теоретическая У нас Была пара Таких случаев Когда начинали Как дистрибуторы Заканчивали Как сопродюсеры Я буду Наверное Дальше Потом все вопросы Уже оставим На конец Очень важно То, что мы Сегодня разговаривали Тоже утром Про рынки Питчинг-форумы Значит Для вас Как продюсеров Очень важны Именно питчинг-форумы Потому что Это инструмент Финансирования Твоего фильма То, что у меня Перечислено На слейде Это Как бы Самый важный Я бы сказала По миру Самый престижный Это It for hot dogs Без всякого сомнения Есть Более мелкие Но которые тоже Могут как-то Пригодиться вам Ну и есть те Которые с фокусом На восточной Европе Это, например Dragon Forum И Baltic Sea Forum И также Очень хотела Порекомендовать Co-production Forum Doc Leipzig Класс Вам может быть Немножко больше Расскажете Если интересно Это не Питчинг форум Это площадка Где можно найти себе Соп-продюсера Под проект И совершенно Завечательно Функционирует Огромное количество Примеров Когда реально Нашли себе Соп-продюсера В Германии Например На какой-то проект Я вам туда Очень рекомендую Съездить Это В конце октября В начале ноября Примерно бывает Проекты все Очень-очень Высокого уровня То есть Это стоящая вещь Липтик Не так далеко отсюда Шеффельд У них тоже есть Интересная площадка Где тоже Можно найти себе Например Британского Соп-продюсера Наверное Это лучшее место Где его можно искать East European Forum Наверное Все слышали С фокусом На восточноевропейские Фильмы И плюс к этому Еще есть рынки Для готовых фильмов Это вот куда ездим Мы Как уже Сейлз-агенты Упоминала я Скользь Это Мипдок Миптв Для нас Самый важный рынок Наверное в году Маршель и фильм Это Каннский фестиваль Тессалоники В них тоже есть Рынок И Силвар-маркет С фокусом Опять же На восточной Европе Визион-дюрель Док-аутлук Тоже Есть Мид-маркет Шеффельд Санни-сайд Это Инициатива Из Франции В городе Ла-Рушель У них Уже Где-то Пять лет подряд Они устраивают Такие филиалы Мини-филиалы Называются Asian side of the dog И Latin side of the dog Все то же самое Только в Азии И в Латинской Америке Я была Или периодично Бываю на этих мероприятиях Это замечательное Совершенно дело Потому что В Азии Например Есть возможность Встретиться с каналами Из Бахрейна Которые ты никогда Больше не увидишь Нигде Как в этом месте Конечно Все это интересно И Мипком Это Октябрь Опять же Канн Мипком Это такой Глобальный рынок Для развлечений То есть там И видеогеймс И музыка И кино В том числе Там наши покупатели Тоже бывают Поэтому нам туда Нужно ездить И Доксфосейл Итфа Это наверное Последний Крупный рынок В году Туда тоже обязательно Если будет возможность Нужно съесть Потому что Это документальный Канн Итфа И Мы немножко Говорили о Сколько можно Зарабатывать Фильм И так далее Вообще для нас Как бы Мы уже по опыту Начали Как-то свою Классификацию Что ли Фирме делать Иногда к нам Приходит фильм Который Ну вот Видно Что это фестивальный хит Это фильм Который будет Путешествовать По фестивалям Совершенно точно Заработать Какое-то Количество призов Но к сожалению По определенным причинам Будет очень сложно Продать на телевидении Для нас Мы это называем Фестивальный Хит Или фестивальный фильм И Другой экстрим Это коммерческий фильм Это Скорее Такой телевизионный Чисто телевизионный продукт Который легко продать По теме По тому Как он сделан Но Вот фестиваля Наверное Будет Не так много Я вам хотела Показать пару примеров Если у нас есть Еще немножко Время Да Фестивального Что имею ввиду Под фестивальным хитом И под коммерческим хитом Ну вы наверное Все слышали Про фильм Андрея Грязева Завтра Который у нас в каталоге Это фильм Рекордсмен у нас Вообще За всю историю Нашей фирмы По фестивалям Какое-то гигантское количество По моему 80 уже насчитывается По всему миру И этот фильм У нас заработал Больше на фестивалях Чем в ТВ продажах Я сейчас не буду объяснять Почему ТВ Все-таки не сработало Потому что там история с ребенком И общественный канал Не могут показать Это просто Но фестиваль Это был просто На ура И до сих пор Он путешествует И я думаю Что Андрей очень доволен Кстати Примеры Такого фестивального хита И второе И второе Я вам хотела показать Фильм Brussels Business Это Наш фильм Рекордсмен По телевизионным продажам В прошлом году Это фильм О лобби В Европейском Союзе Как принимаются Политические решения Конечно С европейским кризисом И так далее Фильм пошел Просто на ура Ну посмотрите В чем Как бы Различия И по стилистике И по истории И так далее Здесь убираю Рекордсмен Рекордсмен Продолжение следует... Мы называем это политический триллер. Кстати, я хотела сказать, если у вас есть возможность снимать не на русском языке, снимайте на английском, потому что это увеличивает во много раз шансы потом успешно продать на ТВ. И, наверное, последнее, то, что мы говорили, пытаемся найти золотую середину. Я вам хотела показать проект, который еще не закончен, но я очень надеюсь, что они буквально за это лето все-таки закончат постпродакшн. Итфы у меня уже отрываются руками, они за ним следят два года. Это проект из Венесуэлы, который я случайно открыла в 2011 году. Встретилась с режиссером, мне показал трейлер, и я просто на месте сказала, я тебе подписываю все, что хочешь, прямо здесь. То есть я уверена, что это будет фестивальный и также коммерческий хит. Все-таки подтвердилось после Pitching Form, ко мне подошло три канала, предложили пресейлс прямо на месте за этот проект. Продолжение следует... Продолжение следует... Мететelo в голову, потому что у меня это в голове. Ты можешь идти к моему миру. Если ты хочешь, ты можешь это сделать. Я учусь в детстве, потому что расизма существует. Потому что в этом мире это сжимая форма. Это маникюр и выполнен, где находится у нас с которыми она будет выглядеть, Потому что ждут все эти характеристики, которые мы видим на улице. Здесь в Венезуэля. Это маникюр мы называем реформаторный и операрительный и джинга. И вот что нужно заниматься достигло, не сделать такую женщину, чтобы... В общем, это фильм о том, что в Венесуэле страна, где каждая женщина прооперирована, по крайней мере, раз, и это превращается в национальную проблему здоровья, государство платит за кредиты по увеличению грудей и так далее, и так далее. И проводятся конкурсы красоты от маленьких девочек, от трехлетних до пожилых женщин, так скажем. То есть вот это такой тип проектов, который, я думаю, для нас идеальный, но он очень здорово снят. Это, наверное, ну, я думаю, также и ТВ должно все-таки сработать, если уже был такой интерес с самого начала, я думаю, что ничего не изменилось с тех пор. Ну, возвращаясь, наверное, заканчивая нашу презентацию, нашу лекцию, вот мои контакты, кстати, если хотите написать, задать вопрос или представить ваш проект, мы открыты. Хотела дать напоследок пару советов, наверное, для вас как продюсеров. Во-первых, если хотите работать с дистрибутором, сейс-агентом и так далее, делайте короткую версию. Будьте реалистом, смотрите все-таки ваш фильм, это больше на ТВ подходит или ваш фильм это все-таки больше на фестивале рассчитан. Ничего страшного нет в том, что фильм не продается. Есть такие фильмы, которые просто так сделаны, просто такая тема, что они не продаются за рубежом. Я думаю, в этом бизнесе плохо иметь иллюзии. Все-таки ищите глобальные какие-то истории, которые будут интересны не только российскому зрителю, но также зрителю за рубежом. Пытайтесь снимать на английском языке, наверное. Ищите сопродюсеров, которые вам помогут посмотреть на эту историю, может быть, западными глазами. Это все очень полезно и все потом поможет, естественно, в дальнейшем фильму. Поблагодарим, пожалуйста, Диану за мастер-класс. Сейчас мы готовимся к круглому столу. И я представляю.